приглашаем вас поступлению в аспирантуру на программу математическое моделирование численные методы и комплексы программ от программы 1 2 2 ранее данная специальность имела вот при защите 05 1318 форма обучения очная язык обучения русский срок обучения 3 года у нас три компоненты это научный компонент образовательная компонента и итоговая аттестация собственно ваше диссертационное исследование научные компоненты собственно как вы проводите исследование образовательная компонента это какую какие общие дисциплины и специализированные вы изучаете чтобы стать квалифицированным научным работником но кроме того что вы являетесь научным работником вы являетесь и педагогическим работником после окончания аспирантуры и защиты вы можете преподавать высших учебных заведениях поэтому вы изучаете педагогику высшей школы и проходите педагогическую практику кроме этого естественно вы проходите иностранный язык и историю и философию науки ну и для того чтобы осуществить научные исследования вы проходите методику научных исследований и специальные предметы в рамках группы предметов математическое моделирование численные методы и комплексы программ ну естественно у вас все обучение разделяется на определенные временные блоки и вы проходите стационные испытания по каждому блоку вот у нас перечислены направление исследований ну естественно направление исследований у нас связанное ими преподавателями педагогами и научными работниками которые занимаются этими исследованиями ну они имеют некую вариабельность так что вы вполне можете найти то направление которое вам будет интересно ну в основном все введено к рассмотрению разного вида математических моделей ну у нас математическое моделирование охватывает комплекс из трех вещей из трех понятий это модель это алгоритмы которые позволяют численно или аналитически решить эту модель и это комплексы программ которые позволяют исследовать эту модель ну и собственно все направления исследований замкнуты на эту триаду для того чтобы получить поступить на данную программу вам нужно пройти вступительное испытание вступительное испытание проводится в форме теста на тест отводится сто двадцать минут вам должны ответить на двадцать вопросов и того на каждый вопрос у нас выделяется шесть минут весь тест у нас оценивается в сто баллов все вопросы оцениваются в одну и ту же величину то есть каждый вопрос оценивается в пять баллов вопрос вопросы бывают трех видов это выбор одного значения из множества значений выбор нескольких значений из множества и вычисляемый ответ вам нужно вычислить и записать ответ ну естественно для того чтобы был ответ однозначным он просто представляет из себя некое число итак у нас ответ если же вопрос у нас идет выбором из нескольких ответов то ответ неоднозначный в отличие от вычисляемого ответа и ответа одного вопроса то есть нельзя определить вы правильно ответили пять баллов неправильно на ноль тогда у нас может быть частично правильный ответ то есть стоимость вопроса в процентном отношении то есть сколько правильных вариантов вы выбрали столько вы получаете от вопроса дробную часть ну это позволит вам даже ответив не на все выбрав не все варианты получить определенную существенный балл за вопрос так поскольку у нас моделирование и так у нас модели алгоритмы комплексы программ у нас естественно все связано именно с вычислением разных вещей что мы вычисляем у нас это система линиях уравнений это дифференциальные уравнения плюс наша специфика это использование разных стокастических методов таким образом наша тематика становится такая для линейных уравнений это системы линейных уравнений матричные вещи значит для стокастических вещей схемы вернули моменты ну для простоты ограничиваемся первым вторым моментом то есть мат ожиданием и дисперсией для дифф уравнений это у нас не в частных производных а обыкновенные дифференциальные уравнения ну достаточно простые обыкновенные дифференциальные уравнения значит для того чтобы мы получили значение единственное то естественно мы ставим задачу каши дальше у нас идут естественно анализ это пределы интегралы ну определенный интеграл экстремумы функции стационарные функции в ту точке функций ну и из геометрии это градиенты функции и спектральные задачи ну вот собственно эти темы выбраны для того чтобы оценить ваши знания в данной области все вопросы очень простые ну наверное они отсеивают тех кто даже не понимает то что написано в вопросе ну вот у нас решение системы линейных уравнений вопрос естественно мы решим систему линейных уравнений получим вектор для того чтобы удобнее было проверять тестов форме нам желательно получить скаляр поэтому задача вы выглядит следующим образом у нас дано некое выражение которое нужно вычислить но оно базируется на компонентах вектора который является решением некой системы линейных уравнений решили систему подставили в искомое выражение значения получили один ответ скаляр да операции над матрицами ну матрицы мы проверяем понимаете ли вы что такое матрицы как с ними работать мы не требуем решать какие-то большие ну как мы видим тут 2 3 порядка матрицы мы будем использовать для второго порядка мы вполне можем взять обратную матрицу считается мгновенно даже в уме не обязательно прибегать к карандашу и бумаге ну и тут у нас вектор строка матрица квадратная вектор столбец в результате все это схлопывается в одно значение и даже вам его записывать не нужно вам просто нужно будет выбрать один из предлагаемых ответов ну вот тут у нас матрицы третьего порядка выглядит более сложная но с другой стороны операции упрощены с этими матрицами определитель ну да смысла считать определитель матрицы второго порядка нет никакого это считается мгновенно тут даже напрягать мозг не нужно определитель третьего порядка нужно все-таки как-то держать себя в руках чтобы не перепутать знаки разных значений ну опять же очень быстро можно высчитать ну да вот все вопросы тут шесть минут это много то есть есть вопросы которые по пять секунд по пятнадцать секунд есть вопросы которые требуют около минуты на себя и то если считать в уме если считать помощью бумаги ручки тут и минуты не нужно быстро высчитывается вычисление пределов тоже очень быстро считается стандартный предел я думаю что это уровня школьного задача ну я думаю что вы легко это посчитаете схема обернули это вот стахастические разные вещи ну вы видите это у нас тоже на пять десять секунд решение только нужно просто понимать про что идет речь моменты ну тоже тут я думаю вот эту задачу я бы оценил конечно где-нибудь секунд тридцать минуту но только потому что если вы не решали таких задач много то вам просто нужно уложить в голове а что же тут дается и что нужно найти то есть основное время уйдет на понимание условия задачи ну это если вы не решали таких задач много и условия тогда понимаете сразу тут у нас моменты мы находим ну вот тут мы видим мы хотим найти в виде числа но тут у нас число получается в виде это действительное число и тут нам дается указание что пять знаков после запятой оставить естественно с учетом правил округления вы должны помнить и правила округления тут у нас выбор из нескольких ответов но почему тут у нас нужно два значения найти первый и второй момент поэтому два значения выбрать и нужно тоже все очень просто здесь у нас нужно ковариацию свойства представлять что такое ковариация и какие свойства ну и опять же тут тоже есть кроме ковариации еще и момент вот второй момент тут мат логика ну мат логика в моделировании честно скажем мат логика отнюдь не на ведущих местах находится но она тоже нужна и в данном случае у нас очень простая задача опять же очень быстро вы ответ найдете интеграл естественно определенный для того чтобы он видит числа тут точно вычислять не нужно вы быстро прикиньте какой вид результата какой вид значения и вам просто нужно будет выбрать ответ в ответе границы в которых находится ответ на данный вопрос квадратичная форма это из-за математического анализа ну я бы это даже и в геометрию отнес ну ладно можно мат анализ тоже опять же основное время потратиться на понимание того что дано ответ ищится очень быстро экстремальные задачи но вот это из качественной теории вам нужно просто знать что такое седло полюс максимум минимум то есть опять же задача на знание терминологии на то чтобы вы ориентировались в данной области 5 секундная задача да стационарные точки функции двух переменных ну да тут вам нужно успокоиться решить 30 секунд в уме если листочек бумага то быстрее будет задачи ну это вот примитивная задача у нас разделяющиеся переменные ответ получается мгновенный просто да тут даже вообще думать не нужно очень быстро решается задача неоднородная гиф уравнения второго порядка ну да тут тоже решается очень быстро но тут чтобы не спутаться конечно я бы использовал бумагу и ручку но в принципе тоже проблем больших нету это однородное вообще уравнение тоже решается очень быстро и ответ находится мгновенно а тут у нас видите показатель в скобках дан но это наверное проблемы набора были такие чтобы не спутаться градиент ну это опять же просто понимать нужно что такое градиент и тогда ответ опять же пять секунд и ответ у вас будет спектральная задача да тоже простейшая задача спектральную норму матрицы ну нужно понимать что такое спектральная норма тогда решение не составит для вас труда ну вот все спектр задач достаточно широкий но если вы поступаете на данные направления вы все это знаете поэтому все что мне остается это пожелать вам удачи на экзамене удачи удачи на 3 мисто на мисто